мята что это лаванда по моему альпийская свежесть вот это сила портянка ну что дорогие друзья думаете я схожу с ума возможно но сейчас я на полном серьезе выбирал себе орудие для самозащиты а вы что не знали что носок тоже может быть оружием причем биологическим ну по крайней мере китайцы по фамилии пэн из провинции фуцзянь носки чуть в могилу не свели он однажды обратился к местным врачам с жалобами на боль в груди и кашель те сделали ему рентген и с ужасом выяснили что у китайца в легких пророс грибок откуда он там взялся из носков он их просто слишком сильно любил нюхать вот и донюхался до реанимации но тема может показаться вам смешной а на самом деле она очень серьезная ведь сегодня наука против биологического оружия в бой с мифами о биооружии с дробовиком науки наперевес и пачкой обоим логических доводов вступает кандидат биологических наук старший научный сотрудник института проблем передачи информации популяризатор науки научный журналист писатель и блогер александр панчин добрый день саш добрый день ну что ж сегодня мы будем говорить на тему которая она безусловно очень интересна но и связи с последними событиями она мне кажется слишком актуально поговорим о биооружии биологическом оружии вот что это вообще такое что входит в понятие биологическое оружие ну все что связано с использованием биологических объектов для нанесения вреда как людям так и например сельскохозяйственным культурам потенциального противника или даже там лошадям потенциального противника если мы сражаемся с его конницей ну и исторически речь шла как про то что можно было наконечники стрелы измазать ядом лягушки или человеческими продуктами жизнедеятельности или забрасывать чумными трупами из катапульт вражеский замок или мы можем использовать скорпионов или даже пчел ульями забрасывали корабли врагов в надежде что пчелы испугают людей закусают их им будет тяжело сопротивляться то есть использовали как насекомых так и выделение каких-то животных и людей инфекционных агентов на самом деле о ком-то смысле биологическое оружие даже не люди придумали она возникла еще раньше например у наездников такие криватые насекомые которые откладывают свои личинок они производят в гусеницах вот и у некоторых видов наездников для этого улучшение выживаемости личинок в гусенице используются вирусоподобные частицы которые подавляют иммунитет этой гусеницы позволяют личинке успешно развиваться а вот и то есть это является продуктом симбиоза наездника и вируса но исходя из последних уже не раз обсуждали SARS-CoV-2 всю эту историю с коронавирусом но его как называли одним из возможных биологических оружий так и продолжают называть но в одном из интервью ты сказал такой фразу если бы я пытался разработать биологическое оружие то это точно был бы не SARS-CoV-2 почему вот с уничтожением он неплохо справляется ну вот возьмем какое-то реальное биологическое оружие которое но имеет рассматривается потенциально эффективное в использовании сибирская язва она очень летально отличие от к вида у которого смертность там несколько процентов лучше ну для даже для людей пожилого возраста то есть там смертность летальность доля умерших от зараженных доставляет там 1-2 процента зависимость того как вы посчитаете там это больше чем у гриппа да но существенно меньше чем у сибирской язвы дальше то есть тоже коронавирус вы заразили врага а он очень контагиозный очень заразный и собственно коронавирус бы распространился скорее всего и на вашу территорию сибирская язва не так она человек человеку продается не очень эффективно мягко говоря это же проблема коронавирусом сразу заразил и они все заболели а сибирскую язву надо каждому доставать ну вот в этом мне кажется что заразил и все заболели но надо же защитить себя вот что еще хорошо когда у вас есть вакцина от того что вы применяете готова уже заранее когда вы себя можете безопасить в том числе ведь может случиться и несчастный случай вы разрабатывать свои биологическое оружие контагиозные в лаборатории она может у вас из лаборатории сбежать или когда уже на заводе там из-за бомбу делаете какую-то которая должна распространить ваше биологическое оружие она на этом этапе может заразиться сотрудник который уже не ученый там техник который будет с этим работать тоже у вас получится эпидемии то есть оружие которое действует более локализованно в этом плане она кажется более подходящим далее но тоже избирательность к вида по отношению к людям пожилого возраста да то есть это не та категория населения который в борьбе с которой вы заинтересованность вы разрабатываете биологическое оружие то есть вам как бы ну какой смысл убивать старичков они так вам желательно все-таки да вот но очень большая доля людей просто бессимптомная коронавирус носит и то есть вот не видится что есть хоть какой-то смысл использования ковида как биологического оружия ну коронавируса царского 2 а какой смысл в существовании работе таких институтов как например в ухане или я если не заметам еще в амстердаме или голландии где-то есть институт который занимается изучением страшничих вирусов они же могут свалить из этой лаборатории несчастный случай никто же нет уронил пробирку и все ну несмотря на то что такие вот истории про то как там вирус там сбежал из лаборатории получают огромной медийности из такое случается такие примеры были в истории человечества есть несколько десятков примеров за всю историю человечества зависим на весь мир когда кто-то заражался вирусом в лаборатории на самом деле не очень много и на фоне того как люди заражаются в природе как уже известными заболеваниями так уж не говоря о том что источником всех новых заболеваний являются те или иные природные резервуары этих болезней то есть есть одна история с фирусом мама мабурга где впервые вирус возразился человек как бы вирус-то природный вот первое заражение как быть заметирован и человека бы бы была связана с лабораторным инцидентом вот за исключением таких вот такого примера люди заражаются природными вирусами в природе и это главный источник новых заболеваний там вирусом улице за человека да мы взяли его из природы все что угодно и речь не только про вирус удар по бактерии тоже поэтому природа это главный наш скажем так биотеррорист вот и поэтому очень важно изучать что еще природа нам загадка может да какие подлянку она может нам подготовить в частности но часто люди задаются вопрос а так получилось что там коронавирус удалось так быстро сделать вакцину коронавируса SARS-CoV-2 потому что ученые на протяжении длительного времени изучая других коронавирусов и знали как они устроены знали как они работают что у них на поверхности и поэтому только появился новый коронавирус и возникло опасение в этой эпидемии у вас сразу значит вычитаете геном этого коронавируса вы находит там ген поверхностного с белка и вы прям передаете эту генетическую информацию через интернет в любую лабораторию и они уже знают что для того чтобы сделать вакцину нужно этот ген с белка где-то произвести ну как в векторе вирусном чтобы получить векторную вакцину или в липидных оболочках для того чтобы получить м-ринковую вакцину вот это подход дает подход вытекает из знаний вирусологии из того что ученые на протяжении длительного времени изучали вирусы изучали как они устроены как они работают вирусы также могут имеют огромное количество мирных применений но те же векторные вакцины это пример мирного применения вирусных оболочек это биооружие наоборот ну если угодно да можем использовать вирусы для этого можем использовать вирусы в генной терапии это когда генетические заболевания лечатся то есть человек какой-то ген поломан вы можете в его клетки доставить исправную копию этого гена опять же с помощью вирусов летом нужно затем эти вирусы устроены как они работают как в них упакован генетический материал какие гены для чего нужны таких генов вируса нужно избавиться чтобы лишить его патогенных свойств чтобы он не вызывал болезнь у того кто будет лечь кого мы будем лечить этим вектором и какие куда наоборот нужно гену засунуть чтобы их успешно передать можно я смоделирую наверно дурацкую ситуацию но на самом деле вопрос интересный если представить себе такую чудовищную ситуацию какие-нибудь там злобные террорюги захватили какие-то вот пробирки с этим вирусом со страшным из из этого они смогут заразить весь мир или нет или для этого нужно какие то ну то есть не хватит каких-то обычных средств грубо говоря при большом желании можно нас всех шлепнуть этим вирусом знаете если бы существовало такой вирус который мог бы убить нас всех то он бы скорее всего убил нас всех без участия этих людей потому что вот мы вспомним там историю по испанку очень заразный и смертельный вирус который за счет своей заразности он очень эффективно распространялся есть дело в том что придумать принципиально новый вирус достаточно сложно да можно как-то модифицировать вирусы совершенствовать но в общем-то в основном метод пробы ошибок вот в конечном итоге и поэтому легко себе представить там биотеррориста которые используют уже готовы какой-то логическое уже уже готовы к это вирус уже готовы к это бактерия ну сложнее представить себе что сделают они что-то такое совершенно несвыходное невиданное что не имеет аналога в природе но если что-то уже в природе существует и люди с этим в контакт вступают но то тогда такой вирус и сам вполне себе может справиться распространиться вот ну не можно себе представить конечно самые разные сценарии но пока что к счастью ни один вирус не был таким что мог убить там всех это связано с тем что люди генетически разнородны причем лишь не про то что есть разница там между одной нацией другой хотят об этом еще поговорим я будет обыгрывать она просто огромное генетическое разнообразие вот на планете земля есть там все миллиардов человек даже больше и геном человека ты миллиарда букв и в каждом поколении возникает порядка 50 новых мутаций у людей плюс ну к это уникальной комбинации генетических вариантов которые были у родителей значит что более-менее любая мутация которая не смертельно любая мутация которая скажем так совместима с жизнью у кого-нибудь на планете да и встречала встречается генетическое разнообразие людей она очень велико и поэтому с любым вирусом какой мы не возьмем есть такое что какие-то люди более устойчиво чем чума вот всех вырезала пол европы но ведь остались же пожалуйста да значит есть люди устойчивые к чуме есть люди устойчивые к вирусу иммунодефицита человека счет генетической мутации есть люди устойчивые к малярии если работу даже про людей устойчивых к сарсков-2 и генетические варианты которые снижают вероятность госпитализации тяжелого течения заболеваний и так далее вот то есть всех людей сложно будет ликвидировать да с помощью то прям всех по поводу вич вот мы уже упомянули можно ли эту фразу твою да если бы я пытался разработать биологическое оружие то это точно был бы не вич просто когда мы уже говорили что понятно что это природного происхождения но изначально когда появились до первые сведения ведь говорили же о том что это тоже могла быть какая-то какой-то вариант биологического оружия вот почему вич это не биологическое оружие моя самая любимая теория заговора бывает то что американцы форте дитрике под руководством рейгана придумали вирус который должен был уничтожать геев это гей-бомба нет-нет гей-бомба другое это другое нет-нет гей-бомба это была идея что мы сделаем бомбу содержащие афродизиаки которая превращает людей в геев то есть мы на войска сбросим они все начнут целоваться заниматься сексом и военный военный потенциал будет нивелировал это же бомба пацифизма но если бы сделали может быть было хорошо вот но к сожалению в чем проблема собственно говоря идея такая прекрасная почему это с значной точки зрения невозможно ну знаете если бы был такой афродизиак который мог бы заставить человека бесконтролируемо заниматься сексом ну и у него было бы много мирных применений не возьми агра какая всякие афродизиаки пожалуйста но виагра она улучшает вашу вашу потенцию но виагра и не заставляет вас заниматься сексом с тем с кем вы бы не занимались сексом в норме и дело что скорее скорее как бы если говорить какую-то гей-бомбу скорее нужны были бы какие-нибудь там галлюциногены то есть что-то какие-нибудь грибы там наркотические вещества изменял сознание то есть чтобы сознание изменю чтобы люди посходили с ума и то есть там уже был бы не про геи и не гея про ну просто вот но это я это вот гей-бомбы даже с рейганом то вот с рейганом что действительно сша есть лаборатории которые занимались когда-то изучением отличных биологических штук вот почему именно форт-дитрик это на самом деле не очень понятно но такая конспирологическая теория очень популярна но про вич современные эволюционные биологи могут по его генетическому материалу очень четко отследить его происхождение есть вич-ов и их есть два у человека есть вич-1 и вич-2 они немножко отличаются вот и они родственные вирусом обезьян есть такой семейный иммунодефицит вирус вирус иммунодефицита обезьян он тоже вызывает иммунодефицит вот и примерно по понятно как он передался человеку вот то есть есть и есть как бы годословная скажем так и этого вируса вот все это поддается изучению вот то есть там нету каких-то следов генной инженерии ну хорошо то есть изначально он не был изобретен как биооружие а использовать то его можно летальность от него ну выше явно чем от ковида например вот так вот фантогосмогорическую ситуацию на самом деле как бы были примеры людей которые умышленно заражали других людей отличными заболеваниями то есть если бы рейган лично заразился вичом потом пошел бы с кем-нибудь вступил в плавой контакт незащищенный причем на самом деле скорее всего потребовалось бы много раз потому что но тоже есть такое заблуждение что вот один раз и достаточно ну нет то есть там зависит как бы от состояния слизистых зависит от вирусной нагрузки того кто заражен но в общем-то обычно одного раза недостаточно не говоря в одну чем после длительного полого контакта рейгана с кем-нибудь потом вы смог этот вирус кому-то передать не самый эффективный сам брейган стал биооружием да вот ну то есть не самый эффективный способ передачи и при этом опять же вы не можете разделить и бы свою популяцию чужую покуда у вас свободные границы перемещений вы не можете гарантировать что даже проблема как из к виду своих тоже получится зацепить да это кончится вот собственно вич в итоге это же пандемия это везде да ну просто дуракулез вич ковид кстати а вот туберкулез он сейчас практически побежден по идее да не ну как ну как уже туберкулезный диспансер огромное количество людей умирает туберкулез до сих пор побежден да вот там вот с оспой мы справились ну я бы не сказал уж извините то спа обезьян вон идет с обычной оспой мы справились сейчас есть несколько десятков по сотню случаев вот этой оспы обезьян скорее всего ну а она-то не белое оружие является она придуманной человеком нет потому что это оспа обезьян которая давно известна она не является чем-то новым вот как именно она попала в европейские страны я не знаю это вопрос вот это вопрос который изучает но то есть скорее всего людей к нибудь туризм занимались вот может быть увеличился спрос на туризм страны где вспышка возникла вот я я не знаю то есть это запрос открытый но как бы обезьянья оспа она не очень заразна вот то есть не так заразна как к виду бы давай нет такого что один человек заражает там сразу целую кучу должен быть более тесный контакт между людьми не просто пройти мимо нету такого что и длительный период бессимптомного течения как с видом да то есть человек заражает людей сам того не вызывая вот ну и поэтому гораздо легче следить все связи между больными и гораздо легче это карантинировать гораздо легче то локализовать и в итоге справиться вот что у нас например у тебя и у меня и у наших коллег риск меньше заболеть потому что мы все привиты мы же в советском союзе все были в детстве привиты ну по идее должна здесь такая гипотеза что ну это и как бы и есть положительная сторона отрицательная положительная сторона что многие люди уже вакцинированы от оспы и поэтому к визит для них меньше но при этом все равно далеко не все вакцинированы от оспа по суку оспа побеждена тот на то место экологическую экологическую низу на который раньше претендовала натуральная оспа теперь может препятить не давать обезьянье то есть экологической ниши для нее есть но к счастью она не настолько я уже сказал заразной может быть мы сможем ее локализовать в общем все правильно делает там вот в том плане что это серьезная проблема которую нужно обратить внимание нужно нужно за этим следить мониторит но я бы не делал из этого апокалиптических сценариев мы сейчас все начнем обезьянье оспы болеть очень важный момент то есть если мы побеждаем какое-то заболевание мы тем самым открываем путь для другого но тут специфика в том что если мы считаем что иммунитет обычные оспы защищает именно от обезьянье оспы вот одна из то я понял а другая из игры и ульной и вообще как бы лучше бы обезьянье оспы чем обычная оспа вот но это не значит что грубо говоря если мы победим вич то на место вича пойдет какой-то новый вирус иммунодефицита который никак не родственным вичу то есть нет так и так она не работает есть люди которые очень любят такие вот теории что типа свято место пусто не бывает есть вирусы которые родственные да и тогда возможен перекрест иммунитет если они очень похожи между собой но если вирусы далекие то того чтобы переболели одним это не влияет на то переболеете вы другим или нет вопрос немножко парадоксальный вот мы говорили о том что значит биологическое оружие когда побеждаешь что другое биологическое существо чем-то живым а можно ли с помощью биологического оружия ну допустим технику повредить что-то неживое убить с помощью живого единственное что не приходит в голову это когда вы оставляете свои танки на хранение приходит мышь и съедают всю проводку конечно сталинградская битва или курская дуга знаменитая история когда наши танкисты или кто-то там подкинули мышей чтобы они прогрызли проводку и действительно говорят что прогрызли вот эту историю я не знаю но вот недавно был опять же я не военные какой-то там аналитик вот но был в некоторых сми была новость про то что такая ситуация случилась в современной россии что у нас были танки которые были 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 на хранении да и они некоторые из них пострадали вот мыши не избирают чьи танки да нет мыша с этим все равно тоже видите проблема да кстати это вот мне тоже было интересно как они тогда если действительно история была как они тогда а понимали что мыши прогрызут именно немецкие танки не побегут к нашим наверное это были патриотичные мыши коммунистические точно не микки маус хорошо а как насчет растений ну то есть допустим уничтожать урожай например да или вот я например читал про случай когда в германии пытались отравить немецкое политбюро гдерская отравив им сигареты какие-то сигареты такая история ну вот например там посевы пшеницы или еще что то что же фактически если можно их так уничтожить да это оружие уничтожить сколько людей голод ну значит была история в борьбе с растениями да там одна из громких стоит используя агента оранжа от химическое оружие против растений в вьетнаме потому что там в джунглях значит люди прятались но то я казалось что у него вообще-то и на человека действия очень серьезная вот и поэтому плохо получилось вот ну как бы такая была история борьба с растениями иногда ведется не только в плане посевов но и вот заросли которые могут прятаться партизаны вот а так но есть значит истории там про энтомологическое оружие против растений то есть используя насекомых например типа каворатских жуков типа давайте мы выпустим каких-нибудь насекомых которые поедят вражескую картошку им будет там нечего есть или нечего спирт перегонять библии про саранчу потому что она тоже была биологическим оружием ну видите бог не гнушался никакими видами вооружения его кровожадность да она описана хорошо неплохо почему бы не использовать насекомых да в этом как раз еще про про пчел тоже которыми забрасывали до корабли вот ты же рассказывал сам самом начале как раз вот тоже пример энтомологического оружия да это магическое оружие может быть и против человека и против растений и чего угодно я еще читал про то что значит британцы во время войны сделали операцию вегетарианец они разбросали хотели разбросать или разбросали какие-то штуки с сибирской язвы по полям пшеницы у немцев чтобы значит голод у них устроить только не знаю получил нет немножко другой механизм почему вегетарианец то там была идея что это были растения сибирской язвой эти растения должны были съесть коровы вот а люди воели бы коров и умерли бы люди и коровы и поэтому остались бы только вегетарианцы черные я только недавно осознал почему премия дарвина называется премии дарвина тоже когда ты убираешь это такой дебил ты улучшаешь генофонд человечества тема биологического оружия показалась нам слишком уж важной и интересной чтобы ограничивать ее только одним выпуском именно поэтому мы продолжим ее и в следующем обязательно посмотрите его и вы узнаете почему сибирская язва это идеальное биооружие может ли она убить всех людей на земле зачем японцам во время второй мировой войны была нужна армия блок что такое великий фильтр и наконец можно ли создать этническую пушку